Подмосковных пенсионеров, ветеранов труда и военной службы с 1 августа лишили бесплатного проезда на столичном общественном транспорте. Новшество не коснулось федеральных льготников, многодетных семей, жертв политических репрессий и тружеников тыла. У нас не дает возможность вести в старшем батареи. Мы не можем себе подходить к этой поездке. И тогда он может быть у нас в родственнике. Решение подмосковного правительства обсудили в хоровой школе. На встречу пришли представители городской администрации, совета депутатов, управления социальной защитой населения и общественной палаты. Королевские пенсионеры по-прежнему могут бесплатно добраться до Москвы и обратно на социальных автобусах. Сейчас решается вопрос о выделении дополнительного транспорта по этому маршруту. Пожилым людям, у которых нет денег для оплаты проезда по столице, руководитель администрации Юрий Копцик обещал помочь, но каждый случай рассмотрят индивидуально. Через управление социальной защитой принимаются заявления и конкретно с каждым гражданином будет проводиться такая работа. Все, кому необходим проезд по Москве, такие меры льгот будут предоставляться нами. Вот кому это необходимо. Прежде чем отказаться от предоставления этих льгот, региональные власти провели мониторинг. По официальным данным, около 37% пенсионеров ездят в Москву на работу. Выходят более 20 поездок в месяц. Остальные либо не пользуются этой льготой, либо редко выезжают в столицу. Пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума и нуждающимся в помощи московских врачей расходы на проезд в столичном транспорте компенсируют. Королев ТВ